Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Популярность поискового запроса Bitcoin Halving в Google Трендах растет абсолютно параболически. Но это не только позитивная новость. В сегодняшнем видео я хочу быть настолько объективным, насколько это вообще возможно. И я хочу показать вам, почему этот параболический рост ключевого запроса Bitcoin Halving в Google Трендах может быть не таким уж и позитивным сигналом, как вы могли бы подумать. И почему это не означает, что в эту сферу пришла целая куча новых людей, которые понимают, что такое Bitcoin? Кстати, очень интересно, как S&P 500 и Bitcoin до сих пор коррелируются. Даже на маленьких таймфреймах. Почти идеальная копия. На самом деле я очень внимательно слежу за корреляцией фондового рынка и Bitcoin. Ведь если Bitcoin ее нарушит, если, к примеру, фондовый рынок будет падать, а Bitcoin будет удерживать свои позиции, то это будет очень бычий сигнал. Ведь главная криптовалюта будет выглядеть, как способ хеджировать риски на фондовом рынке. Как то, что называют безопасной гаванью. Вчера, кстати говоря, люди уже об этом говорили снова, когда нефть била антирекорды. Одновременно с фиаско фьючерсов на нефть страдал и фондовый рынок, который тоже падал. Даже у золота был не лучший день. Биткоин тоже немного сдал, но в отличие от того же фондового рынка, в итоге даже немного восстановился. А S&P 500 остался на том же уровне, что и после падения в понедельник. Поэтому люди снова заговорили о том, что Bitcoin это безопасная гавань. Но знаете, на самом деле, когда Bitcoin является безопасной гаванью на протяжении одного дня, ну это такое себе оправдание позитивного взгляда на Bitcoin в наши дни. Я бы сказал, нам нужно больше таких моментов, когда Bitcoin действительно на протяжении длительного периода времени показывал бы себя контрагентом, происходящему на остальных рынках. Пока что этого не происходит. Сегодня только ленивый не слышал о ценах на нефть и о бесконечном печатании денег, которые ФРС США объявляет чуть ли не каждый раз, когда выпьет чашечку кофе. Все становится еще абсурднее. Вот что написал Дональд Трамп у себя в Твиттере. Мы никогда не подведем нашу великую нефтегазовую промышленность США. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, который предоставит средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были защищены и обеспечены в будущем. Читаем между строк. ФРС снова запускает станок. Бррррр. Нужно больше золота. Кстати, насчет этих напечатанных денег. Есть крайне интересное наблюдение, которое касается той самой стимулирующей финансовой помощи американцам в размере от 1200 долларов каждой семье. Я этого не говорил у себя на канале, но у меня были дерзкие мысли о том, что кто-то из этих американцев использует свой чек для покупки биткоина. Не хотел говорить это, потому что наверняка нашлись бы критики, которые сказали бы, что есть вещи достойнее этих 1200 долларов, чем биткоин. Например, еда или туалетная бумага. Но тем не менее, Брайан Армстронг, глава Coinbase, опубликовал этот график. Этот график отображает процент от покупок биткоина через Coinbase размером в 1200 долларов. Именно 1200 долларов и есть стимулирующий пакет помощи от правительства США американским гражданам. И как раз в тот день, когда люди получали эту помощь, Coinbase наблюдал резкий скачок на этом графике. Если это не доказывает, что некоторая часть американцев, получивших чек в 1200 долларов, не конвертировали их в биткоин, то я не знаю, какие еще нужны доказательства. Да, не так уж и много людей конвертировали, но все-таки. А теперь переходим к биткоин-халвингу, основной теме этого видео. До события осталось всего лишь 19 дней, и я вспоминаю, как когда-то мне говорили, что до халвинга еще так много времени, а ты уже начинаешь беспокоиться. Но вот он практически на носу. Время-время, куда ты так спешишь? Итак, вбиваем тег биткоин-халвинг в гугл-тренды по всему миру и выбираем масштаб за последние 5 лет. То, что вы видите, выглядит невероятно по-бычьи. Дело в том, что биткоин-халвинг сейчас ищут намного чаще и больше, чем перед халвингом в 2016 году. Осталось 19 дней до халвинга, а поисковый запрос уже параболически взрывается. Но в этом, ребята, кроется один подвох. В основном, это вовсе не новые люди, которые ищут новости по тегу биткоин-халвинг прямо сейчас. Как же я это понял? Очень просто, ребята. Если мы просто вобьем тег биткоин, то увидим, что здесь увеличения интереса нет вообще. Это показывает нам то, что биткоин-халвингом интересуются в основном те, кто и так уже в этой теме варится и варится достаточно долго. Мы понимаем, что новые люди приходят сюда только тогда, когда цена бьет рекорды. Проблема в том, что чтобы привлечь новых людей, цена должна вырасти. Но если новые люди не привлекаются, цена значительно не растет. Чувствуете, в этой схеме есть какой-то безысходный конфликт. Это очень важно понимать. Все вы знаете, что я больше топлю за рост биткоина в долгосрочной перспективе. И топлю за это практически всегда и в любых условиях, даже когда мой портфель теряет 50% за сутки. И за это не раз был полит грязью. Вполне заслуженно, возможно. Но я большой фанат биткоина и остаюсь им. И с этим ничего нельзя поделать. Я покупал биткоин за 2000 долларов, за 3, за 6 и даже за 10. И не продавал инвестиционную часть биткоинов ни за 20 тысяч, ни за 12 тысяч. И тем более не за 7 тысяч, как он стоит сегодня. Такое может сделать только самый настоящий ценитель. Я истинно верю в биткоин. Но одновременно с этим я понимаю, что нужно оставаться реалистом. И сейчас я покажу вам кое-что, что выглядит очень тревожно для биткоина. Начнем с того, что с самого начала биткоин рассчитывался как деньги. Это прописано в его белой бумаге 2009 года. Он проектировался как способ заменить деньги. А это значит, что он должен служить как деньги. Сегодня он служит для кого-то средством сбережения, для кого-то средством спекуляции. Но точно не средством обмена. Ведь его волатильность достаточно внушительная. Чтобы усмирить эту волатильность, в биткоине должно быть намного больше людей, чем сейчас. Технически биткоин должен быть деньгами. И в такие времена, когда Дональд Трамп говорит, что собирается спасти всех и вся, печатая кучу денег, а ФРС прямым текстом заявляет, что количество напечатанных новых денег будет бесконечным, очень важно разбираться в деньгах. Понимать, что это такое. Получать самообразование в этом вопросе. И угадайте что? Люди это делают прямо сейчас. В гугл трендах мы видим, что в последнее время люди очень сильно интересуются деньгами. Сильнее всего за последние 5 лет. Но не биткоином. Просто сравним биткоин и деньги в гугл трендах. Мы можем увидеть, что люди очень интересуются деньгами. За 5 лет они так не были заинтересованы в них, как сегодня. Но одновременно с этим они все еще не понимают, что биткоин может служить как деньги. И на средние сроки для биткоина это может стать проблемой. Потому что именно сейчас то самое время, когда люди должны быть заинтересованы в деньгах, и мы это видим. Но одновременно с этим именно сейчас то самое время, когда люди должны были бы понять, что биткоин может решить все проблемы этих самых денег. Видимо, понимание этого и того, что такое биткоин, на самом деле займет куда больше времени, чем я или вы ожидали. Очевидно, мы говорили с членами своих семей, с нашими друзьями и нашими знакомыми о биткоине. И, очевидно, эти диалоги ни к чему не привели. Мы это видим на графиках. Люди не понимают биткоин. Пока что. А меня зовут богатейший Ди. Не болейте, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно зарабатывайте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова